всем привет ребят ну что мы сегодня с вами опять в лесу стоят довольно теплые дни опять таки засушливы потому что дождя в принципе можно считать и не было есть немножко утренние росы туманы сегодня попробуем и также продолжить свой сбор сморчков возможно найдем что-то еще интересное в общем мы сегодня опять в лесу лес просто сегодня волшебный за то время пока нас не было лес преобразился еще больше стало еще больше зелени деревья стали намного зеленее травы просто море море цветов море бабочек море птиц наконец-то настала эта пора я надеюсь настала наша грибная пора скоро скоро мы ребята с вами много соберем грибочков мы сегодня гуляем снова в этом же лесу снова мы сегодня с моей коллегой надеждой исследуем смешанные осиновые леса пожелайте нам удачи потому что она нам возможно пригодится уж слишком сухо в лесу и наша первая находка это опять-таки сморчок конический совсем молоденький но хороший экземпляр ура начало положено собираем и как говорится не отходя от кассы еще один сморчок конический вторая находка давайте его срежем сейчас аккуратненько когда они успевают расти вроде дождей не было везде сухо а сморчок лезет какая прелесть здесь у нас вот такой вот овраг здесь у нас преимущество берут опять-таки осины здесь есть терин здесь есть бузина здесь есть весенелистный клен и наши первые находки сейчас уже найдены тут их просто целая поляна развернуться и можно просто вокруг себя посмотреть их просто тут валом такое вот соседство рядышком еще несколько уже получается у нас 6 подсушенных грибочков и тут у нас 7 продолжаем собирать этот прям смотрите какой прямо уже крупный сморчок конический это у нас 8 9 9 и тут вот 10 рядышком совершенно смотрите прям уже какая хорошая жменька получилось меня пахнут как аромат такой стоит класс да и на этом еще не кончается наша поляна меня уже в руку не вмещается но это еще не конец действительно тут прям очень крупненький экземпляр чек из земли выглядывает из листиков ну да носительно прям свеженький такой сочный хороший я уже сбилась со счету не знаю какое-то самый вкусный из весенних грибов после сморчковой шапочки его просто обожаю очень нежный очень вкусный рекомендую вам попробовать как шарик такой чистый красивый обалдеть красота какая эти грибы всегда растут семейкой если вы нашли один помните что рядом стоит посмотреть вокруг аккуратнее стараться не притоптать потому что их почти не видно из земли из листьев стоит оглядеться вокруг себя и поискать очень очень внимательно поклонившись каждому грибочку поклонившись одному вы увидите остальные но и не забывайте благодарить лесовичка как это делаем мы все-таки это работает самый крупный экземпляр сегодня товарищ сморчок конический самый сок давайте с вами искать сморчок вот мы его не видим а он есть я наклонилась его смогла заметить посмотрите вот он красавец спрятался пригрелся на солнышке живет себе растет под веточкой под пение птичек до сегодня конечно в лесу очень красиво лес зеленеет на глазах трава прет цветы растут ландыш скоро распустится очень красиво в лесу и тепло вот такой вот прям подсушился на горочке стоит один и рядышком вот еще один тоже сушеный надо рядышком смотреть тоже скорее всего будут еще рядышком соседи ну вот и четвертый товарищ уже и сушить их не надо они уже сушеные лезут отходят видимо уже чем выше солнце тем при жарести грибочки вообще засыхают просто стоят на пригорке и пока режу один уже глазами второй приметила в общем мы с вами попали на грибной эльдорадо на сморчковой эльдорадо да только поздновато потому что грибочек здесь уже значительно подсох ну вот и потому что мы сейчас идем по горе по солнечной стороне то есть с южной стороны как раз таки это теплый склон где пригревает солнце где обветривается все очень быстро то есть эти грибы даже если буквально вылезли пару дней назад пока была еще влага сохранялась пускай даже тоже утренняя но их тут же обветрила и обсушила солнышком они прям поджарились как метроволно очки но в принципе лайфхак для тех кто собирается тушить этот грибок в принципе обтер от грязи по обрезал и можно отправляться в сушку бедненькие даже не успели нормально вырасти сухогрибья сушеные сушеные братья еще один дружочек он там вообще капитально подсох как это ножка мне прям не нравится слышите как скрипит он прям сушеный и вот пока вижу один срезаю точнее вижу еще один прямо не видите кучная полянка у них да нет тут не один вот этот один еще села срезала нашла еще один глазами ух прям слышите как скрипят реально сушеные грибы ну и так наверно крайний грибочек прям так можно его отломать срезать все забираем идем дальше будем искать более влажные места чем выше поднимаемся мы на гору тем становится жарче тем меньше грибов тем засушливей почва в лесу леса просто сухая так что аж искры от кроссовок отпадают такое ощущение прям сушь безумная надо ждать дождя иначе в лесу делать просто нечего какая красота просто все горит яркими огнями яркими красками радует наш глаз а здесь весь лес просто окружен плющом все деревья покрыты такими вот зарослями все стволы обитые плющом вечно зеленым очень красиво здесь просто ковер конечно же здесь грибов нет но погулять здесь все равно приятно огроменная уже есть нотка видите вытянулась и медуница и яснотка чего только нет в лесу сныть и вот и пока не увидела еще а так цветов просто валом и и и и и и первый экземпляр ну что давайте попробуем его срезать достаточно такой мясистый гриб и вес у него неплохой вы знаете прям ну это находка наверно шикарная просто на сегодня самая свежая находка слышите как он скрипит внутри можно сказать одно мясо грибное мясо очень свежий обалденный и запах очень вкусный у него и пойдет конечно же с нами нашу грибную порзиночку ну вот теперь мы будем знать место где растут эти прекрасные гигантские грибы мой запах пошел смотрите видите на солнышке аж прям потрескался подпекся такой вот рельеф на весь красивый но обалдеть конечно вот ценная находка а вот этот гриб самый гигантский и он прям тоже такой достаточно свежий тут еще есть экземпляры но они уже немножко под взорвались слышите какой сочный с него аж прям сок течет обалдеть вот это гигант но мы вовремя потому что жара он мог подсушиться и конечно же бабахнуть и этот молоденький экземпляр тоже мы забираем все в корзинке нашей прибавляется и вот мы шли шли к осиннику к этому месту и пришли и тут нас ребята поджидали целые полянки морочка конического вот они товарищи и как всегда конечно же они растут семейками и в этой поляночки у нас пять штук вот такой прям там крупненький такой хороший кстати он вообще даже не почти не подсох прям молодничок здесь тенечек и поэтому грибочками здесь еще более менее комфортно расти десяти сантиметрах растет еще один чуть-чуть поменьше нужно же даже под по суше но все равно он есть на этот чуть чуть подальше было от основной семейки один-одинешенько здесь у нас растет мы его тоже конечно же забираем и вроде пока на этой полянке больше грибочков нет но у нас пока еще есть время и мы обследуем дальше получается шестой на этой полянке даже нет обманываю еще вот там вот один один большой это седьмой получается он еще вот такая у нас получилось поляна вот вроде нашел три стоит посмотреть оглядеться все-таки лезут лезут морочки потому что ничего им не нужно даже никаких осадков но очень выборочно и тут прям вообще свежак прям сочность не ваш сочится все классно получается с одной полянки 7 штук сложимся в нашу корзиночку ведь и прямо у нас крупненькие сегодня грибочки последние и вот так вот нашу ведерочку постепенно преображается красота ну что идем дальше как говорится вы не видите гриб а он тут есть и есть намного это получается тоже на этой же полянки это 8 припрятался обалденный нашли еще один притаился под листочками красивенький сморчок а здесь уже они больше одиночно конечно попадаются не такого чтоб прям группами они росли но по одному тоже приятно собирать тоже такие вот сочные и с гусеничка вместе гусеничка куда упала и вижу ее вот гусеничка будет доедать ножку вот такой вот у нас сегодня получился улов принципе конечно немного но и прогулка у нас сегодня конечно была в первую очередь для удовольствия сегодня у нас такие грибы как конический сморчок сегодня первый гриб который нас удивил можно сказать это головач радости он принес конечно же нам очень много поэтому будем на сегодня с вами прощаться ехать домой все это перерабатывать готовить и есть всем пока до новых встреч подписывайтесь дальше вот только грибы всем пока и и и